всем привет сегодня я хочу рассказать о своих пустых баночках надеюсь вам это видео будет интересно и давайте приступим я забыла показать вам как-то в пустых баночках лесной бальзам у меня вот такой вот был оболаскиватель это у меня при кровотечении десен экстракт коры дуба экстракт пихты в общем мне он нравился даже в принципе казался таким ядреным но вспомним какой был полгиб пакс я понимаю что это в принципе неплохая вещь вторую не покупала потому что как-то не знаю забыла про это в общем как-то не особо хотелось ничего такого покупать но в принципе неплохая вещь я иногда прибегаю к таким ополаскивателем знаю что нужно это делать постоянно но вот иногда просто забывают купить сам ополаскиватель это что это же я забыла показать это была у меня такая паста жемчуг в общем новый жемчуг со втором здесь 100 миллилитров у меня была раньше маленькая версия эта паста направлена на отбеливание зубов и вот та маленькая версия которую я до этой пасты покупала мне очень нравилось она офигенски отбеливала зубы и когда уже приобрела вот эту я думала она будет такая же да она немножко отбеливает зубы но совсем чуть-чуть практически не заметно этого если с той пастой после одного применения был виден эффект то при применении этой пасты как-то не очень был виден эффект я тут немножко убежала от солнца как могла в общем прячусь от него блин я еще закончила наконец таки вот такой вот как спрей я так понимаю в общем детский спрей будем его называть так от носите фоне наверное это название у меня был с шоколадом в общем упаковка такая-то смешная интересная аромат такой вот немножко химозный но очень вкусный здесь 50 миллилитров хватило мне их ненадолго пользовалась кстати ими для постельного белья на себя я очень редко их наносила иногда когда там захочется а так для постельного в основном использовала и еще закончилась у меня пена для бритья в общем арка я показывала ее в покупках довольна ею мне она понравилась очень бюджетно еще я закончила мыло вот такой вот это классический вариант и дав они заканчиваются очень быстро почему-то намного быстрее чем от oriflame или обычные мыло которые я покупаю даже там какие-то детские здесь 75 миллилитров мне это мыло нравилось запах очень приятный такой кремовый я в общем от этих мыл болтеем еще наконец таки я уже не знаю я просто рада я восторге от того что закончила вот этот крем для рук я уже говорила о нем что у этого крема очень неприятный запах очень такой какой-то старого крема может быть какой-то старой мази либо просто вонючая мазь какая-то по свойствам крем мне очень понравился он хорошо питал увлажнял кожу рук но оставалась липкость и мне это не очень нравилось именно на руках поэтому я этот крем приспособила для ног я очень извиняюсь за такую смену в своем внешнем виде но меня просто отвлекли и мне пришлось снимать уже на следующий день то то бывает батарея садится на камере ту отвлекают очень надеюсь вы меня простите поймете и не будет вас напрягать то что я вот так вот меняюсь немножко в кадрах у меня закончился еще крем от рецепта бабушки агафьи ночной крем для лица сохранение молодости белый шиповник плюс пять самых эффективных растений сохраняющих молодость омолаживающий фитокомплекс 5 витаминов это было мое первое знакомство с фирмой рецепты бабушки агафьи честно вам скажу крем такой посредственный но когда я его наносила и просыпалась утром получалось что кожа у меня была гладкая не было тоже никакого зуда потому что меня раздражают крема ночные которые вызывают на утро у меня какой-то зуд у меня получается начинает чесаться лицо как-то узнаете вот здесь вот где-то начинает как-то что-то там в складках там очень мне это не очень нравится в кремах этот крем не вызывал никакого раздражения у меня чесалось у меня лицо на утро было все хорошо но он такой посредственный знаете я когда его наносила я не видела что этот крем что-то делает но на утро я понимала что кожа у меня гладкая кожа у меня напитанная почему я не видела что он что-то делает потому что у него легкая текстура была он очень-очень легкий был его наносила потом такое ощущение что я вообще не нанесла из-за этого я думала что он ничего не делает я даже как-то хотела а просто использовать его на руки перестать использовать на лицо но допользовала на лицо потому что еще раз повторюсь что на утро у меня была гладкая кожа даже вот эффект лифтинга я не скажу что он был но кожа была подтянута немножко было заметно что кожа в тонусе в таком так еще у меня закончился тоже благополучно закончился а вот такой вот крем от биокон зимний уход я тоже его хотела попробовать очень мне было очень интересно и честно крем неплохой конечно не на минус 40 как здесь написано но при таких не сильных морозах я могу конечно его посоветовать особенно молодой кожи я так подозреваю что он не нужны уже такие крема более с лифтинг эффектом не прям конечно там 45 плюс там 50 нет но по чуть-чуть нужно включать в свой рацион ухода можно так сказать какие-то крема может быть масла с лифтинг эффектом лицо у меня с этими кремами становится обычная какой-то не ухоженная даже хотя уход эти крема и не несут я так подозреваю что этот крем нужно наносить поверх у ухаживающего крема потому что с этим кремом я не ощущала не увлажнение не питание кожи так как я им пользовалась зимой он очень такой густоватый был и когда вы распределяете по лицу получается просто создается пленочка поэтому для молодой кожи да я могу опять же посоветовать для моего возраста нужны крема либо чуть посильнее уже либо просто нужно под такой крем наносить свой ухаживающий крем так что вот обратите внимание и тоже обратите внимание на то что если вам уже около 30 я советую конечно же наносить ухаживающие продукты вот такие вот дешевые крема но так как у нас зимы практически не было у нас весь февраль была такая более-менее даже весенняя погода допользовала я этот крем на ноги для ног тоже крем неплохой еще как обычно у меня закончился мой как всегда крем от чистой линии легкий крем для век от 26 лет с экстрактом медуницы я его очень люблю 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 и не знаю для меня это просто как бы незаменимая вещь пока ничего другого не нашла для себя вот пока не нашла пользуюсь им и еще что у меня закончилась о это моя любовь я вам уже рассказывала кстати про этот кремик это крем от органик шоп у меня это крем масло даже для рук и ногтей органическое масло баба су цветы лимона и ланг и ланг питание и восстановление действительно питание восстановление не знаю но вот питание однозначно ручки у меня были все время такие нежные холеные даже когда вот молодой человек меня там брал за руку на улице в холодную погоду неважно в такую не очень холодную ну как бы прохладную такую погоду он всегда говорил что у тебя руками какие-то они у тебя слишком мягкие странно как-то в общем я его очень люблю этот кремик сейчас к сожалению как я и предвидела блин меня это очень раздражает эти средства у нас от органик шоп именно вот такие маски какие-то пилинги крема для рук для ног они исчезли у нас прилавков магазинов поэтому я шоке я уже обошла весь город где только можно было где я только знаю в общем не знаю что я буду делать без этого крема но вот советую девчонки у кого есть в городе либо есть возможность заказывать через интернет я просто не могу заказывать через интернет потому что вам какие-то карточки надо в общем это для меня морока я люблю просто зайти в магазин я увидела купила и победила в общем для меня это намного удобней чем вот заказывать кота в мешке и допользовала его просто до последней капельки я уже выжимала там просто чуть ли не вылизывала эту банку не знаю я довольно этим кремом советую и еще раз советую и закончился у меня очередной тоник от 100 рецептов красоты освежающий увлажнение и свежесть очень им довольна была именно в зимний период мне он очень-очень нравился даже для жирной кожи в зимний период нужно увлажнение так что не забывайте девчонки с жирной кожей что мы тоже нуждаемся в увлажнении и вот могу из бюджетных вариантов посоветовать вот такой вот тоник две вот такие вещи закончились это красный лак от опс какая-то такая вот бюджетная марка они очень дешево стоят эти лайки но мне нравился оттенок он такой очень такой красный переливающийся такой даже немножко с каким-то перламутром мне он очень нравился но вот закончился еще у меня закончилась сыворотка для ресниц это у меня от эвелин все знают что она ничего не делала в принципе с ресницами она никак не лечила как здесь заявлено ничего на такого не делала гущие ресницы не остановились но когда вы наносите эту сыворотку перед нанесением туши то тогда получается эффект как будто накладные ресницы взгляд становится распахнутый ресницы становятся гуще именно не становятся окажутся гуще в общем это обычная белая смесь такая которая раньше была в тушах таких двойных как бы сыворотка с одной стороны и с другой стороны тушь сначала вы сыворотку белую наносили либо бесцветную как бы они разные есть и потом вы наносили тушь и ресницы становились такие вот прям как накладные вот это вот то же самое и еще у меня закончился вот такой вот крем это у нас эйванкер зимний крем для лица непревзойденный комфорт с пчелиным маточным молочком здесь 200 миллилитров этот зимний крем я использовала где-то неделю может быть две на лицо и он у меня ложился маской он не стягивал лицо не то что он там высушивал а просто сама структура крема ложилась как замазка и у меня такое было ощущение что лицо не увлажняется не напитывается ничем как будто просто вот защитный такой слой как в зимнем креме от биокон тоже но тот по крайней мере маска не ложился и я его не чувствовала на лице а этот крем я очень ощущала хотя написано что его нужно использовать как в дневном варианте я даже в ночном не смогла его использовать потому что он не впитывался вообще он оставался у меня на подушке утром я вставала с таким вот суховатым лицом мне это не нравилось поэтому я его использовала на ноги и на зону декольте в общем для рук просто вот в этом варианте крем еще куда не шло особенно вот для ног но для лица не советую это все что я закончила и все чем я хотела поделиться с вами поэтому увидимся в следующих видео всем до новых встреч и пока пока